iPhone 5s и 5c наконец-то появились в магазинах. Ну, наверное, начнем с 5s. Пардон, 5c. Вот могли они, наверное, выбрать две другие буквы, которые больше бы отличались. C типа цветной. На самом деле тот же самый телефон, как и пятерка, но единственное отличие пластмассового корпуса, это абсолютно не скрывается. Более того, iPhone 5 в Штатах из продажи убран, он больше не доступен. Заменен набором телефонов 5c. 5s. C. Зараза. То есть тот же самый процессор, то же самое все, только разных шесть наборов разных цветных корпусов. Ну и, собственно, дальше 5s. То есть супер, так его и запомним. На кнопочке пропал привычный квадратик, потому что тот самый знаменитый сканер пальцев. И на камере появилась вторая, что это, лампочка, которую они называют. В общем, двойная вспышка. Не совсем понятно для чего. У белого телефона задник серебристый, у черного он черный. Тот же самый корпус. Но гораздо быстрее процессор. Не знаю, насколько это действительно нужно. И... да, в общем-то, все. На первый взгляд это тот же самый телефон, чуть-чуть в другом корпусе. Вроде бы он немножечко полегче. Спецификации вы можете почитать сами, но телефон действительно существует. Реален. Наконец-то вышел на рынок в Штатах. А, да. Ну и еще одно главное отличие. Обещаю, что камера сильно улучшена. Не уверен, насколько это можно заметить. Включаем режим видео. Можно делать 120 кадров. Это радует. Как его видео. Фото. Интересно, появился ли зум? Ура! Наконец-то в этом айфоне или в операционке появился режим зума на видео. Чего мне очень не хватало. Причем работает он даже во время записывания видео. Не супер уж мега зум, но где-то в два раза. Это радует. Появился вот этот режим 120 кадров, то есть, который можно потом проиграть в замедленной скорости. То есть, для всяких спортивных мероприятий это было бы очень-очень интересно. В общем, не знаю, стал ли бы я отдавать деньги за этот 5S. А уж тем более, это новая операционка. Ну, тем не менее, скоро, я думаю, удастся его взять и потестировать.